Несколько молодых девушек и несколько влюбленных в них парней. Девушки, воспитанные на глядцевых журналах и модных вещах, мечтают о карьере звезды. Парни же мечтают о чистой любви. Встреча с прессой, съемка, представление первого сингла. С тобой все кончено навсегда. Очень круто. Равенхилл позаимствовал идею у старика Мольера. Пьеса «С тобой все кончено навсегда» – эдакий ремейк смешных же манниц французского классика. Отличие в современных реалиях. О том образе жизни небожителей, которым стремится наша молодежь. А на российской почве пьеса приобретает еще один оттенок – нашу вечную гонку за ценностями Запада. В среде западной очень много даже наших подростков именно вот такой верхний слой снимает. И думает, что мы очень точно в них списываемся, на самом деле просто подражаем. А глупость существует везде. Ставит Равенхила в Орле питерский режиссер Аркадий Королевский. Его пригласили в свободное пространство в рамках программы поддержки молодых режиссеров. По результатам конкурса Министерства культуры Аркадий стал одним из лучших в стране. Он еще молодой человек, ему еще 30 лет нет. И работает вот на этих свободных площадках там. И делает очень любопытные проекты, которые вызывают интерес со стороны коллег. Вместе со здешним худруком пьесу и выбирали. Хотя текст оригинала от того, что увидят на сцене в Орле, отличается сильно. Но мы как бы сделали очень много каких-то этюдов, зарисовок, которые войдут в спектакль. И которые как бы, ну, вот эту ткань спектакля расширят, обогатят. И за счет этого он как бы приобрел какую-то новую форму. Плюс обилие музыки и танцев. Антураж спектакля создавали композитор и художник, кстати, тоже питерцы. Равенхилл настаивает на полном отсутствии декораций. Режиссер согласился наполовину. Не очень пышная обстановка все же будет, но к концу спектакля постепенно исчезнет. Репетиции, которые длятся уже больше месяца, закончатся через две недели. Зрители «С тобой все кончено» навсегда увидят 29 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok